всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня собираюсь приготовить обалденную закуску к пиву вот просто офигительную сковороду масло растительное пусть греется курятину у меня мясо с бедер уже без костей нарезаю мелко сковороду и грибы в данном случае шампиньоны тоже довольно мелко курятине их и лук также мелко его на сковороду все это обжариваю при помешивании минут 5-7 ну если очень много на сковородку навалить тонну минут десять-пятнадцать может быть уйдет отлично пора добавить муки и перемешать а теперь сливочное масло пусть растопится соль и перец сюда же отлично видите растопилось масло значит пора добавлять зеленый горошек и кукурузу и купил замороженными и пока камеру устанавливал свет включал тут они немножко разморозились перемешиваю и теперь выливаю молоко по частям при постоянном помешивании супер довожу до кипения также при помешивании даже очень подгорело а теперь сюда сыр и перемешать чтобы он полностью расплавился основу почти готова переложить ее в плоскую и широкую форму чтобы быстрее остывала и убрать в холодильник примерно на час для продолжения рецепта нужно чтобы основа была абсолютно холодной уже такой застывший пусть остывает я пока займусь соусом чеснок мелко нарубить листья мяты нарывать свернуть плотно нарубить мелко кинзу также и зеленый лук кроме того понадобится маринованные огурцы их также мелко рублю и маринованные халапеони тоже практически в пыль теперь берем не сладкий йогурт можно взять стать нежирную сметану не жадута я не веду 10 процентов жирности сюда немного бальзамического или винного уксуса какой у вас есть и всю зелень чесноком что я нарубил не перемешать соус тоже берем в холодильник настаиваться подождем когда начинка застынет сейчас все будет готовиться во фритюре и температуру масла нужно поднять до 150 170 градусов будет ниже слишком много масла впитают изделия будет выше слишком быстро зарумянится не успеют внутри как следует прогреться теперь все просто набираем в муку теперь в яйцо и в панировочные сухари сухарях можно дважды панировать тогда корочка будет потолще попробуйте сделать с одним слоем сухарной панировки с двумя слоями и выберите то что вам больше по вкусу муку в яйцо панировочные сухари еще раз яйцо и еще раз панировочные сухари но готовые сначала на салфетку чтобы излишки масла собрать а затем сразу трескать обалдеть хрустящая панировка такая вот крем корочка нежнейшая начинка обалденно сочная мясна мясно грибное такое на соус белый ну по сути почти бешамель только не ароматизированный обалденно сыр тянущийся чудо слушайте совершенно потрясающая закуска даже без этого соуса хотя соус прекрасен он он яркий он острый он с кислинкой с ароматом чеснока и мяты одновременно с не маринованным гурцом из халапеньо то есть острота все присутствует идеально и совершенно потрясающая начинка вообще великолепно причем смотрите скатать запанировать и не обязательно сразу выпекать их можно брать в холодильник они там полежат сутки вылежат спокойно а потом когда вы захотите подать гостям или себе разогреваете масло буквально минуту-полторы в горячем масле начинка ты готовы внутри все разогревается сверху зарумянилось получили вот такую замечательнейшую просто замечательнейшую нежнейшую хрустящую оболочечку с такой обалденной начинкой и вы наслаждаетесь готовьте готовьте и вы станете фанатом этой закуски огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки за госты ваше здоровье всем пока